Сельское хозяйство, здравоохранение, экономика и геополитика. Санкционная риторика Запада и ситуация на границе. Александр Лукашенко поставил задачи по важным и актуальным вопросам внутренней и внешней повестки на совещании с руководством Совета Министров. В первую очередь президент остановился на жизненно важной теме продовольственной безопасности. Уборка завершена, но аграрии не должны расслабляться. Глава государства поручил подготовиться к раннему севу. Отремонтировать технику, серьезно вернуться к вопросу мелиорации. Говоря о ситуации в медицине, Александр Лукашенко отметил, что наблюдается спад заболеваемости коронавирусом. А значит больницы должны в полном объеме возвращаться к плановым операциям. Страна к концу года потратит колоссальные деньги на лечение людей. Только на пандемию расходы 2 миллиарда долларов, поэтому уход в теневой сектор и нежелание платить налоги недопустимы. Но вместе с тем предпринимательство должно развиваться. Что же касается внешнего контура, то Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить контроль за передвижением войск НАТО. А также поручил правительство определиться, какую помощь можно оказать беременным женщинам и детям, которые находятся на границе. Какие там наши задачи? Роман Александрович, поручите кому-то в правительстве, я думаю, именно образование и вице-премьер, соответствующие по социалке, надо обратить внимание на беременных женщин и детей. Полная катастрофа. Очень много женщин беременных на 8-9 месяце. Посмотрите, определитесь, нельзя их бросать, этих детей. Особенно детей. Нам надо, это делается, но тем не менее обратить внимание, Министерство обороны, КГБ, погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами, они подтянули к нашей границе. Притом в наглую, не предупредив никого. Хотя по договорам не обязаны это делать. Вы должны их видеть и у вас должны быть планы противодействия, не дай бог что. Мы не разворачиваем свою группировку вооруженных сил, но видеть мы должны и предвидеть все, чтобы нам не устроили там на границе войнушку, а мы окажемся к этому не готовы. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. У нас очень опасная наметилась там тенденция. Ну вот, как всегда, я это предполагал. Это вопрос наших военных и КГБ. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагерях. За прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на нашу территорию ночью. Больше тысячи человек. Больше тысячи человек. Вы понимаете, ловят их там, плод до границы Германии, а может и в Германии. Вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Избивают. Ломают ребра, чтобы не видно было. Люди все в синяках. Избитые, переломанные выбрасывают. Их выбрасывают просто на государственную границу. Ну, я не говорю тут о морали. Вы видите, что ребенок этот просит воды попить. Стоят, как фашисты. Дестапо включают прожектора ночью, включают громкую связь и начинают травить кого? Детей? Дети спать не могут. Которых они укладывают в эти несчастные палатки. Президент поручил уделить повышенное внимание ситуации на границе. Отдельно остановились на вопросах поддержки предприятий Амкадора и целесообразности строительства нового корпуса Белгосуниверситета. Президент поручил подготовить детальный план, уточнить назначение буквально каждого квадратного метра, а также предоставить финансовый расклад.